Девушки отдыхают Никите предстоит реабилитация и лечение, а значит, не один месяц ему придется провести в детской краевой больнице. Хотелось бы поблагодарить всех, для кого просьбы ближних не остаются без внимания. В недавнем выпуске мы рассказывали о Третьяковой Насте из села Макарьевка. Стремительно развивающийся опухоль мозга маленькой Анастасии вызвались прооперировать московские врачи. Однако для того, чтобы пройти полную диагностику, девочке нужно отправиться в столицу. Просьба собрать деньги на билеты также не осталась без ответа. Пусть сумма и не такая большая, но и за это спасибо говорит мама. Нам передали 33 тысячи, мы надеемся, что нам их хватит на поездку в Москву. Большое вам спасибо за участие. Надеемся, что своевременное лечение получит и маленькая бейчанка Лиза Батуева, пациентка онкогематологического отделения. Помощь необходима срочно. Девочка особенная и случай очень тяжелый, поэтому очень важно, чтобы историю Лизы узнала как можно больше людей. Ведь для операции необходима большая сумма – 3 миллиона рублей. У трехлетней Лизы рак мозга обнаружился недавно. Никаких отклонений, задержек в развитии не наблюдалось. Напротив, девочка отлично для своего возраста рисует и отличается спокойным, ласковым характером. Трогательно, с любовью о ней рассказывает бабушка Любовь Ивановна. Это вот она у нас с роддома, забирали мы ее. Здесь она у нас любила в саду, вот какая была кругленькая, толстенькая, хорошенькая. Здесь вот тоже в больничке она, в шапочке, потому что лысенькая, со своими любимыми куколками. Жизнерадостная и улыбчивая Лиза заболела простудой. Медики поставили диагноз – пневмония. Лечение продолжалось, но не помогало. После компьютерной томографии выяснилось – у Лизы опухоль головного мозга. Девочку в срочном порядке прооперировали, но опухоли долили только частично. Я как бы мать и девочку. Нам долго не давали место в детский садик, как бы у меня ничего не имел содержать. Я пошла работать в детский садик, очень испытательная, и ей что в садик. Ну, месяц уходили в садик, и все. И вот у нас такая беда случилась. Несмотря на тяжелое материальное положение, родственники и знакомые семьи Батуевых собрали 500 тысяч рублей самостоятельно. Еще 300 пожертвовали неравнодушные битчане. Однако только на лечение за границей требуется еще более 2 миллионов рублей. К сбору средств подключились не только друзья, но и волонтеры БИСКО. Кто-то вот на телефон закидывает деньги, кто-то на счет. То есть мы создали группу, поддержку в лизе, помощи, уже как бы расклеили листовки по городу. Ждать и медлить нельзя ни минуты, иначе мы можем потерять нашу крошку маленькую. Болезнь всегда непредсказуема и коварна. Она может настичь и ребенка, и взрослого, казалось бы, пышащего здоровьем, сияющего молодостью, жизнерадостностью и красотой. Именно так случилось с 26-летней Леной Игнашиной, выпускницей Алтайской академии искусств и культуры. Артистка шоу-балета Тропикана, талантливая танцовщица и просто лучистый человек, который любит свою работу, а главное – жизнь. В 2010 году Лена перенесла инфекцию, лечилась и даже не подозревала, что на фоне простуды развивалось другое заболевание, которое врачи никак не могли обнаружить – тромбофилии и тромбоэмболии легочной артерии. После операции произошел рецидив, и сейчас тело Лены, прекрасно танцующей на сцене, больше ей не подчиняется. Бесконечные судороги, нарушения речи, госпитализация и лечение, но только уже за свой счет. Друзья и коллеги, узнав о том, что Лене нужна дорогостоящая операция, забили тревогу. 21 ноября в ДК Барнаула состоится благотворительный концерт «Подари надежду». В нем примут участие 18 творческих коллективов Края. Репетиции уже ведутся. По последним данным было собрано около 200 тысяч. Этого, конечно, мало. Только на операцию надо 400 тысяч. Плюс Лену еще надо перевезти в город Москва. Ну, копилки работают, и мы все-таки надеемся, что соберем нужную сумму и пойдет либо на операцию, либо на лечение. Мы часто говорим, что денег на жизнь не хватает, подразумевая нехватку средств на одежду, отдых или будущее. Но иногда денег на жизнь не хватает в прямом смысле, потому что ее цена очень высока. Юлия Гадар, Павел Лауронин, Николай Шелко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова